Урок седьмой. Как настроить приватность в Инстаграм? Инстаграм — социальная сеть со специфическим контентом. В первую очередь, это фото и видео. Да и используют Инстаграм в основном, чтобы на других посмотреть, до себя показать. Отчасти поэтому настроек приватности здесь немного. С другой стороны, многие из нас публикуют здесь очень личные материалы. А значит, защите публикаций тоже стоит уделить внимание. Начало такое же, как и везде. Включите двухфакторную аутентификацию и не добавляйте в друзья непонятных людей, если, конечно, не ставите себе целью стать инфлюенсером и зарабатывать на своем аккаунте. В этом случае, правда, надо еще тщательнее отбирать то, что вы размещаете в соцсети. Конфиденциальность вашего аккаунта. Если же вы не профессиональный фотограф, не компания и не будущий PewDiePie, то демонстрировать всему миру свои личные снимки не обязательно. Они на то и личные, чтобы их видел ограниченный круг лиц. Если вы ведете аккаунт для себя и близких, а не для рекламы, сделайте его закрытым. Это позволит вам определять, кто видит ваши снимки. Особенно это важно, если вы постите фото детей. Когда они вырастут, они вряд ли скажут вам спасибо за то, что вы показывали их смешные фото всем без разбора. Ваш сетевой статус. Если вы подписаны на какого-то пользователя или отправили ему сообщение, он сможет видеть, когда вы заходили в приложение. Считаете это лишним? Отключите такую возможность в настройках. Правда, тогда вы и сами не будете видеть чужие сетевые статусы. Комментарии к вашим публикациям. У вас есть друзья, в список добродетелей которых скромность не входит? Вы опасаетесь, что некоторые комментарии могут бросить тень на вашу репутацию? Настройте фильтрацию комментариев, и проблема будет решена. Инстаграм позволяет скрыть все, что содержит указанные вами ключевые слова или фразы. Если вы затрудняетесь составить список самостоятельно, воспользуйтесь стандартным набором. Такая галочка тоже есть. Фото и видео, на которых вас отметили. Как только кто-то из пользователей отмечает вас на фото или видео, этот контент автоматически появляется в вашем профиле. И вы на это никак не влияете. Чтобы избежать этого, измените в настройках автоматический режим добавления наручной. Так вы сможете полностью контролировать, что попадет в ваш профиль. Доступ к аккаунту. Есть множество приложений и сервисов, позволяющих искать фотографии в Инстаграм или репостить их в другие сети. Нужно им для этого всего ничего. Доступ к вашему аккаунту. Без крайней нужды пользоваться этой возможностью не стоит, потому что она повышает шанс утечки. Двухфакторная аутентификация. О плюсах двухфакторной аутентификации вы уже хорошо знаете. В Инстаграм для нее можно использовать не только коды из СМС, но и специальные приложения, вроде Google Authenticator. Они надежнее.